Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С чем это связано, расскажем в новостях экономики. Профессионал высокого класса золотую медаль с чемпионата России по пауэрлифтингу привез в Самару пара спортсмен Петр Александров. Песни, танцы и хорошее настроение городское общество инвалидов вместе с Дворцом ветеранов отмечают Святую Троицу. Президент России Владимир Путин назначил дату выборов депутатов Государственной Думы 8-го созыва. Голосование пройдет 19 сентября. Глава Центра избиркома Элла Памфилова сообщила, что 18 июня состоится заседание ЦИК. Решение о длительности голосования будет принято на заседании. Согласно Конституции России, в Госдуму избираются 450 депутатов. 225 по одномандатным избирательным округам, один округ, один депутат. И 225 от политических партий по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов. В выборах имеют право принимать участие партии, официально зарегистрированные ЦИКом. В действующем созыве шесть фракций. Единая Россия контролирует 336 мест КПРФ-43, ЛДПР-40, Справедливая Россия-23. Накануне состоялось завершающее пленарное заседание весенней сессии Государственной Думы седьмого созыва. В Самаре с визитом находится секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и полномочный представитель президента страны ФПФО Игорь Комаров. Вместе с губернатором Дмитрием Мазаровым они ознакомились с работой двух крупнейших предприятий региона. ОДК Кузнецов и Ракетно-космического центра «Прогресс». Подробности в сюжете Виктории Шарой. Знакомство с предприятием ОДК Кузнецов Николай Патрушев, Игорь Комаров и Дмитрий Азаров начали с гальванического производства, которое было запущено в конце прошлого года. Новые гальванические линии позволят наносить покрытие на металлические детали для газотурбинных и ракетных двигателей в автоматическом режиме при минимально вредном воздействии на здоровье работников и окружающую среду. Эти вот губчатые колеса – один из основных элементов, которые являются критичными. Поэтому эта компетенция закрыта, но вот эту зависимость, к сожалению, ее не убрать, конечно, мы решаем, но мы стараемся. Новые душевые раздевалки, система кондиционирования практически находится в каждой раздевалке. Соответственно, жарко уже так не будет. Если сейчас зайти в старый цех, там практически по 30 градусов. Здесь замкнутый цикл локальных очистных сооружений, что дает нам возможность ступить на следующую ступеньку в плане экологичности. Никаких выбросов. Масса газоочистного оборудования. Опять же, никаких выбросов в атмосферу. Все фильтруется и пускается на обратную, на обратку в наше промышленное производство. Я гальваник, покрываю детали КАДМИ. У нас, слава богу, как нам подарили этот цех, новый цех, то есть как бы современное оборудование, современная вентиляция, то есть по сравнению, то есть даже сравнивать не стоит старый цех и новый цех, то есть это системы кондиционирования, вентиляция, очистные сооружения, то есть все супер, все хорошо. Также гости осмотрели новый механический цех производства «Шестерен», цех по сборке газотурбинных двигателей малой и большой размерности и побывали на реконструированном испытательном стенде газотурбинных двигателей. Сегодня предприятие УДК «Кузнецов» проектирует и изготавливает двухступенчатую ракету-носитель «Союз-5» и носитель «Амур-СПГ», которые будут работать на новом экологически чистом виде топлива. Гости осмотрели агрегатно-сварочно-сборочный цех и производственные площадки, где развернуты работы по подготовке к производству перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и установлено новое оборудование. После чего отправились в ракетно-космический центр «Прогресс». Генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов показал производство сборки и испытания ракет-носителей «Союз-2», а также космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Диаметр сколько? 4,100. Продукция УДК «Кузнецов» имеет особое значение для поддержания боеготовности дальней авиации и воздушно-космических сил России. На заводе были сконструированы, произведены и технически обслуживаются двигатели НК-12 для дальнейших бомбардировщиков Ту-95МС, дальних противолодочных самолетов Ту-142 и военно-транспортного самолета Ан-22. Также самарские моторостроители более 60 лет являются монопольными производителями двигателей для ракет-носителей типа «Союз». Все пилотируемые российские космические пуски и около 80% коммерческих производятся с использованием двигателей, произведенных ПАО УДК «Кузнецов». Ускорить темпы ремонта и решить вопрос в кратчайшие сроки. Фасад здания по проспекту Кирова 365 требует обновления. В доме проживают ветераны и инвалиды-колясочники. Их заселяют по договору безвозмездного пользования. Сейчас жильцы столкнулись с проблемой. Чтобы ее решить, навстречу приехала глава Самары Елена Лапушкина. Слово мэри Елчан. Этот 11-этажный дом по проспекту Кирова 365 был построен в 2000 году. Здание находится в муниципальной собственности Самары. Сегодня здесь проживают 123 человека. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды-колясочники и их семьи. Несколько лет назад жильцы столкнулись с проблемой. В стенах появились трещины. Фасад дома потребовал ремонта. Фасад дома разрушается. У нас сквозные трещины по дому. Люди зимой мерзнут, потому что ветер холод, он задувается в эти трещины. Просто невыносимо жить. Тяжелые условия. Люди у нас с детьми проживают. Престарелые люди, ветераны Великой Отечественной войны. Для того, чтобы найти пути решения насущного вопроса, жильцы обратились к областным и городским властям. На выездное совещание приехала глава города Елена Лапушкина и депутат губернской думы Александр Милеев. Будем собираться, общаться. Думаю, что в ближайшее время будет принято решение. Оно будет, по-любому, принято положительное. Нам просто надо определиться, в какие именно рамки временные это будет все сделано. Но, конечно, мы все приложим усилия, чтобы дом ветеранов, который находится в Факире 35, был отремонтирован в том виде, в надлежащем, в котором нужно быть, где проживают люди, тем более с теми заслугами, с теми ограничениями, которые у них есть. По графику ремонт фасада планируется через 30 лет. В ходе встречи было принято решение отыскать возможность для проведения ремонта как можно скорее. Для этого внесут поправки в бюджет, проведут экспертизу и организуют торги. Мэри Елчан, Константин Головин. События. В Самаре продолжается ремонт дорог во всех внутригородских районах, в том числе и самых отдаленных. Например, в Куйбышевском на этой неделе началось обновление улицы Хасановской. Ее приводят в порядок от Долотного переулка до улицы Камышинской. Новое дорожное полотно появится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас здесь завершается фрезерование. Необходимость скорейшего ремонта обусловлена и развитой инфраструктурой. В частности, на Хасановской расположены ЗАГС Куйбышевского района, множество производственно-монтажных компаний, строительных магазинов. По этой улице можно доехать до Куйбышевского районного суда, отделения почтовой связи на Пугачевском тракте, а также до муниципального молодежного центра «Диалог» и детских библиотек в Новомолодежном переулке. После того, как старый асфальтобетон на Хасановской полностью удалят, будут укладывать новые покрытия, преимущественно в ночные смены, когда нет активного трафика. Общая протяженность участка составляет порядка одного километра. При выполнении работ в текущем году приоритет отдан применению высокотехнологичных материалов, так как это национальный проект. При выполнении работ на данном объекте запланировано выполнение работ в применении асфальтобетонной смеси А-16ВН. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Стоит ли ждать роста ставок по кредитам, экономисты делают такие прогнозы. Ставки вырастут, причем не только по потребительским кредитам, но и по ипотечным займам. Но зато это приведет к улучшению условий по сберегательным вкладам. Остановлюсь на этом подробнее сразу после курса валют, к которым сегодня приковано внимание россиян. Курс евро упал ниже 86 рублей впервые с августа 2020 года. Ранее на фоне встречи лидеров США и России снизилась и стоимость доллара. Курс доллара на 19 июня 72 рубля 22 копейки. Евро 85 рублей 99 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 72 доллара 53 цента за баррель. Россиян предупредили о росте процентных ставок по кредитам. Повышение будет в диапазоне от 0,3 до 1 процентного пункта. Такой прогноз дали в крупнейших банках страны. Увеличение будет спровоцировано повышением базовой ставки до 5,5 процентов. И коснется не только потребительских кредитов и кредитных карт, но и ипотечных займов. В итоге к концу 2021 года темпы выдачи снизятся на 12-15 процентов. Этот же фактор улучшит условия по сберегательным вкладам. По ним процентная ставка тоже вырастет. В банках планируют провести корректировку в самое ближайшее время. И добавить до 0,75 процента к имеющимся ставкам. К концу года базовая ставка может подняться до 6-6,5 процентов. Чего должно быть достаточно для контроля над инфляцией. Тогда проценты по депозитам также повысятся. В России дорожают овощи. В среднем плод овощная продукция выросла в цене на 1,2 процента. При этом стоимость моркови увеличилась на 10 процентов. Картофеля на 7 процентов. Белокочаные капусты на 4,5 процента. Репчатого лука на 1 процент. Выросли в цене мясные изделия. Маргарин, мороженая рыба, шоколадные конфеты, печенье и карамель. За тот же период на 5,5 процентов дешевле стали огурцы, почти на 5 процентов помидоры. Также подешевели яйца. Эксперты назвали отрасли, обогатившиеся в период пандемии коронавируса. Лидерами рейтинга стали фармацевтический бизнес, производство в медицинской технике, а также лесоводство. В этих отраслях увеличение продаж положительно повлияло на способности компании наращивать свой оборот. Однако спрос увеличивался настолько стремительно, что не всегда соответствовал возможностям оптовых покупателей сразу расплатиться живыми деньгами. Кроме того, к наиболее удачным отраслям эксперты отнесли производителей резиновых и пластмассовых изделий, металлургов, растений и водов и животноводов, добытчиков руды, производителей текстиля и одежды, а также сферу обработки древесины. Росцен дал импульс сырьевым рынкам, они сейчас на подъеме. Что касается зарплат, то они выросли у работников системы здравоохранения, IT-технологий и сельского хозяйства. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 65 946. Такие данные опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 59 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписались 62 931 пациент. В регионе продолжается прививочная кампания от коронавируса. Получить вакцину можно не только в медицинских учреждениях, но и возле крупных торговых центров и в местах проведения праздников и фестивалей. Подробности в нашем сюжете. Возле крупных торговых центров и в местах проведения праздников и фестивалей работают передвижные пункты вакцинации от коронавируса. Сделать важный шаг для защиты своего здоровья можно и во время Волгофеста. В дни проведения фестиваля мобильный прививочный пункт работает возле бассейна ЦСКА ВВС. Без предварительной записи конкретно прийти, имея при себе только паспорт полис и сделать прививку. В каждом пункте работают медсестра и врач, который проводит обязательный осмотр перед вакцинацией. Прививки от коронавируса делают всем желающим жителям области старше 18 при отсутствии противопоказаний. Если противопоказание не выявлено, медсестра поставит прививку первым компонентом препарата. Также обязательно выдадут памятку и назначат дату повторного визита в прививочный кабинет. Прививка – это хорошая защита, профилактика, соответственно, это дает нам возможность вернуться к нашему любимому образу жизни, который был всегда. Моя семья все привелась. Почему решила сделать? Потому что планируем семьей ехать в Крым в этом году. Поэтому решили подстраховаться. Чтобы к осени сформировался коллективный иммунитет и распространение коронавируса остановилось, нужно, чтобы 60% населения прошло иммунизацию. Сейчас в губернии прошли вакцинацию почти 460 тысяч жителей. Среди них социальные и медицинские работники, учителя, военные, студенты, сотрудники крупных предприятий различных отраслей. Из этого числа больше 383 тысяч получили оба компонента вакцины. Важно, что почти половина тех, кто уже привился, это люди старшего поколения. Ну а мобильный пункт на набережной будет работать и в предстоящие выходные. Ольга Хомракулова, События. В День памяти и скорби в Самаре пройдут памятные акции на площади Славы. В ночь с 21 на 22 июня столица региона, наряду с другими городами трудовой доблести, примет участие в акции «Огненные картины войны». Первые свечи зажгут в 22.30, чтобы с наступлением темноты в знаковом для Самары месте у Вечного огня появились огненные Ил-2 и слово «Помним». А уже в полночь пройдет ставшая традиционная международная акция «Свеча памяти» и возложение цветов к горельефу скорбящей матери Родине. Асимметрия, декоративность, символичность, яркий и пышный образ выдают в самарских особняках стиль модерна. В середине июня отмечают Международный день модерна. В Европе по этому поводу проводят акции и тематические выставки. В России тоже есть чем похвастаться. Архитектурные изыски по большей части располагаются в Москве и Санкт-Петербурге. Но и город на Средней Волге богат на уникальные постройки. Об архитектурном ансамбле расскажет Мария Левина. От былого лоска мало что осталось. В начале прошлого века этот особняк на Чапаевской 165 был жемчужиной. Тогда его построили в новом стиле – модерн. Проект дома заказал врач Эрих Эрн, архитектору Александру Щербачеву. За неординарность и передовое мышление медика прозвали мужчиной модерна. А особняк долгие годы был одним из знаковых в уездном городе. Большую часть особняков в историческом центре Самары спроектировали архитекторы, которые позже работали над столичными проектами. Но модерну идет юность. Поэтому именно первые работы выделяются на фоне всего русского модерна. Бонжур, куман савама, сова бьен. Проходя мимо еще одного примера раннего модерна, все мысли непроизвольно переводятся на французский. Все потому, что эта постройка 1909 года представляет собой ярчайший пример архитектурного стиля Арнуво. Это французский модерн. Этот уютный камерный дом некогда принадлежал семье купца Новокрещенова. Асимметрия, декоративность, символичность, построение изнутри, снаружу, яркий и пышный образ – выдают в особняке год его постройки. Модерн в Самаре начинает зарождаться в 1900 году, когда в городе активно занимаются торговлей крупы. Самарское зерно отправляют ко двору императора и даже за рубеж. Доходы, которые получали от продажи зерновых культур, эквивалентны нынешним от нефти. В город на Средней Волге приходили большие деньги. Здесь появляются большие деньги, большие капиталы. Люди, которые сколотили эти большие капиталы, волей-неволей в свое время начинают задумываться о том, не только как прирастить еще больше, но и о том, как их суммом потратить, как правильно и красиво обустроить свою жизнь. Вот стиль модерн, который начинает входить в моду, который начинает проявляться именно в это время, он как раз и отразил то, что хотели эти люди. Была возможность это все воплотить в лучшем виде. Была возможность, был богатый город, купцы это сделали, война это пощадила. Но с каждым годом здание в этом стиле становится скромнее на фоне исторических событий. Первые постройки выделяются своей нарядностью. Самым ярким особняком в городе по праву считается доходный дом Алексея Нуйчева. Здесь и атланты, и слоны, и бабочки, и многочисленные цветы. На сегодняшний день в Самаре порядка 50 домов в стиле модерн. По количеству и качеству отделки город на Средней Волге занимает третью строчку по стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Все эти параллели, все эти использования опыта своих коллег в Европе, на мой взгляд, наоборот, включает самарский модерн в общеевропейский и общемировой контекст. И вот эти вот ниточки, которые можно провести от Самары к Брюсселю, от Самары к Берлину, от Самары к Киеву или другим европейским городам, мне кажется, это нас, наоборот, еще больше роднит и еще больше повышает ценность того наследия, которое у нас есть. В Самаре расположился единственный в стране пример, в котором сочетаются все признаки модерна – как внутри, так снаружи. Одна только уникальная плитка на фасаде, сохранившаяся до наших дней, представляет собой большую ценность. Более того, даже мебель в особняке выполнена в соответствующем стиле. Сегодня здесь, в особняке Курлиной, разместился музей модерна. К знаковым домам в этом стиле в Самаре относят еще и дачу со слонами купца Головкина, отель «Бристоль Жигули», особняк Сурошникова, выполненный в стиле столичного Ярославского вокзала. Ансамбль из архитектурных изысков в исторической части Самары делает ее исключительной. Прогуливаясь по старому городу, фактически посещаешь музей под открытым небом. Мария Левина, Сергей Баскин, Николай Епифанов. События. Юные самарские спортсмены встретились с легендарными олимпийцами. В областной столице прошел второй день встреч олимпийские легенды детям и молодежи России. Кто сегодня был в делегации именитых гостей, расскажет Ольга Хомракулова. Как стать чемпионом? Советы от лучших спортсменов России получили юные самарцы. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита» проходит второй день встреч по всероссийской программе олимпийские легенды детям и молодежи России. Сегодня истории своего успеха рассказывали супружеская пара Людмила и Владимир Жигили и выдающаяся баскетболистка Ирина Сумникова. Олимпийскими чемпионами не рождаются, а олимпийскими чемпионами становятся. Поэтому не хотим, чтобы наши дети ошибались, хотим их замотивировать. Поэтому мы рассказываем детям, что наш спорт крутой был, есть и будет. Спорт – это здоровье, чтобы все должны заниматься спортом. Тем более у вас божественный край здесь. Волга, воздух, все. Зимой на лыжах, летом парки, кроссики. В любом виде спорта, в любом виде спорта. Физика – это основное. Встреча прошла при поддержке администрации Самары. Кроме того, что такие встречи имеют познавательную направленность, конечно, большое значение имеет и патриотическое воспитание, потому что победа наших чемпионов – это гордость для всей страны. Они, к примеру, меня научили сейчас, то, что надо всегда слушать тренера, делать то, что он нам говорит. Потому что в дальнейшем это нам поможет. Кроме бесценного общения были и награды. Благодарности за вклад в развитие физической культуры и массового спорта получили самарские тренеры. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Городское общество инвалидов и Самарский дворец ветеранов отметили Святую Троицу. Для людей с ограниченными возможностями здоровья подготовили культурную программу. Как прошел праздник, расскажет Мэри Елчан. Тонцами, песнями и играми Самарского общества инвалидов вместе с дворцом ветеранов встречали праздник Святая Троица. Это один из 12 главных христианских праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи в память о сошествии Святого Духа на апостолов. Этот день считается днем создания христианской церкви. Это святой праздник, Дух Святой Троицы. То есть это святое. Но мы и также увязались с тем, что с праздником березки. То есть это тоже традиционно. Этот праздник отмечается на Руси. Говорит о традициях, о взаимоотношениях. Самое главное – для души. Праздник душевный, для души. На гуляниях нет зрителей. Здесь все участники. В таком формате Святую Троицу праздновали впервые. Для детей провели мастер-классы, для взрослых устроили чаепитие и показали творческие номера. И рукодельничаем, и танцуем, и занимаемся спортом. Живем активной жизнью. Праздник Русской Троицы – это повод собраться, повод вернуться к своим истокам, к тем родникам жизненным, которые питают нас, которые позволяют не забывать свои корни, свои традиции и действительно подпитываться. В Самаре проживают 100 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно многие из них участвуют в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, а также посещают спектакли самарских театров. Мэриил Чан, Григорий Пешаков, События. Профессионал высокого класса, самарский параспортсмен Петр Александров выиграл золотую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу спорта слепых. В Троеборье он поднял в общей сложности 580 килограммов, что позволило ему выполнить норматив названия «Мастер спорта». О тренировках и планах на будущее с атлетом поговорил Андрей Горгуленко. Для Петра Александрова тренажерный зал как второй дом. Неизменно уже более 20 лет он несколько раз в неделю тягает железо и совершенствует свою физическую форму. Совсем недавно он вернулся из Брянска, где состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу спорта слепых. В Троеборье Петр весовой категории до 90 килограммов завоевал золотую медаль с результатом, который позволил ему выполнить норматив названия «Мастера спорта». Теперь Петр восстанавливается после соревнований. В зависимости от периода, то есть на подготовке более интенсивной, на межсезонье менее интенсивной, потому что нельзя быть постоянно в форме. Это существует пик формы, это предсоревнования на пик формы, на силовые результаты выходишь. И в межсезонье там уже силовые немножко сбавляешь. Такой мощный и силовой вид спорта Петр совмещает с очень нежной и аккуратной работой. Здесь работаю в отделении, реабилитации, делаю детям массаж. Для детей много сил не надо, это же дети. Весь тренировочный процесс Петра контролирует его наставник Леонид Горжа. Он разрабатывает для него программу, которая помогает спортсмену выходить на пик формы к соревнованиям. Леонид отмечает, по работоспособности и ответственности Петр – самый настоящий профессионал. Наверное, это больше человеческий фактор, хотя да, ограниченные возможности. Человек сподвигает как-то на то, чтобы самореализация, утверждение в жизни, доказать что-то самому себе, занимает далеко не последнее место. Волевой настрой, отдача и прочее, прочее. Петр молодец, он, еще раз повторю, правильно относит к тренировочному процессу, не допускает ненужных каких-то вещей. Такой ответственный подход к делу и помогает добиваться высоких результатов. Впереди у спортсмена серия медосмотров и подготовка к чемпионату мира в Грузии, на котором Петр планирует замахнуться на поднятие рекордных килограммов. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»!